Всем привет! Меня зовут Никита Севелинов. Тема нашей сегодняшней лекции – это векторы. Чтобы использовать вектора в 2D и в 3D графике, а также в физике, нам нужно познакомиться с операциями над векторами. Как же относится вектор к физике, поясню. Представьте себе шарик, который находится на некоторой поверхности. Представьте, что он неподвижен, находится в состоянии покоя. Он может начать двигаться, если на него подействует какая-либо сила F. Такую силу лучше обозначать при помощи вектора, так как у нее есть не только величина, но и направление. Помимо данной силы, на него уже действует ряд сил. Сила тяжести, сила реакции, опор и так далее. Представим двумерную плоскость. Ось y, ось x и проведем вектор. В данном случае компоненты вектора – это x, точнее y и x соответственно. Или же xy. Длина вектора – во-первых, это скалярная величина. Во-вторых, это расстояние между точкой начала, в данном случае точка начала у меня 0,0. И компоненты – это x, y. Тем самым мы можем высчитать длину. Мы сделаем это позже. Прежде чем двигаться дальше, мы создадим на JS объект, позволяющий смоделировать векторы и операции над ними в будущем. Прискут. Откроем папочку. У меня она называется GamePhysics. Мы создаем сейчас на JS объект, поэтому нам смысла создавать html-файл нет. Назовем вектор JS. Откроем в любом текстовом редакторе. У меня это Sublime Text, самый любимый. Хотя TextMate тоже нравится. Оттуда я все удаляю, связанное с библиотекой FreedomJS. Что мы пишем? varVector2d равняется function. То есть мы сейчас создаем объект, который позволит нам делать операции и вообще создавать вектор. Так как в html5.canvas в двумерном пространстве этого нет. Компоненты векторов в данном случае у меня будут x и y соответственно. Для начала мы просто проинициализируем наш вектор. Это disx равняется x. И dis.y равняется y. На этом пока закончили. Если мы будем рассматривать трехмерную плоскость, но мы это будем рассматривать, то тогда компоненты вектора у нас изменят свой вид. Будут x, y и z соответственно. Отлично. Давайте поговорим об операциях. После того, как мы проинициализировали наш вектор, следует рассмотреть основные операции над векторами. Сложение и вычитание векторов. Пусть у меня есть вектор а. Пусть у меня есть вектор b. Тогда вектор а плюс b это тот вектор, который возникает при сложении вектор а и b. Пусть у меня есть вектор а. И пусть у меня есть вектор b, который противоположно направлен. Тогда у меня а минус b имеет такой вид пусть компоненты вектора а у меня равны а x и а y компоненты вектора b у меня равны bx и by тогда компоненты вектора а плюс b равны а x плюс bx а y плюс b тем самым мы определили вектор и а минус b равняется а x минус bx и а y минус by соответственно для трехмерной системы у нас а плюс b имеет вид а x плюс bx а y плюс by и а z плюс bz и а минус b равняется а x минус bx а y минус by и а z минус bz теперь рассмотрим операцию умножения и деления вектора на число или же на скалях пусть у меня есть вектор а тогда у меня а умножить на некоторое число имеет следующий вид а а деленное на некоторое число имеет тоже следующий вид как видите все просто пусть компоненты вектора а у меня а х и а не грег и у нас есть некий скалях или же и у нас есть некая величина тогда компоненты вектора но а умножить на скалях мы должны перемножить наши компоненты а x множит на скалях я а bicyк умножить на скалях соответственно определении мы делаем все то же самое, только меняем знак, вместо умножить пишем делить. Соответственно, для трехмерной системы у нас будет все то же самое, лишь добавится координата по z. И для деления аналогично. Теперь давайте рассмотрим скалярное произведение векторов. Пусть у меня есть вектор некий A, и пусть у меня есть вектор некий B. Тогда скалярное произведение для двумерных систем у меня будет иметь вид AX умножить на BX плюс AY умножить на BY, где AX, AY, BX, BY у меня компоненты для вектора A и B соответственно. Для трехмерных систем, или же для трехмерных векторов у меня примут аналогичный вид, но с маленькой поправочкой. Мы добавим компоненту по z. Теперь мы рассматриваем нормализацию вектора. Что такое нормализация? Это приведение к единичному вектору, или же к единичному размеру. Пусть у меня есть вектор A, тогда у меня единичный вектор будет иметь вид следующий. Для того, чтобы вычислить данный вектор, мне надо поделить каждую компоненту вектора A на длину моего вектора A. Соответственно, EX равняется AX деленное на A, Y равняется AY деленное на A, и если у нас для трехмерных систем, тогда EZ равняется AZ деленное на A. Соответственно. теперь мы рассмотрим проекцию вектора на вектор. Обычно для проекции вектора на вектор один из них нормирует умножать на скалярное произведение. Пусть у меня есть вектор A, и пусть у меня есть вектор B. Тогда проекция будет иметь вид. Вот у меня projection. Как я уже сказал, для проекции вектора на вектор один из них нормирует, то есть приводит к единичному виду и умножают на скалярное произведение. Проецирование вектора часто используется для моделирования столкновения объектов. Это очень важная часть. Для того, чтобы вычислить проекцию, мы можем записать формулу normalize от B, так как мы проецируем на вектор B, умноженное на скалярное произведение A на B. Теперь мы должны все наши полученные знания представить в JS-объекте. Давайте приступим. Мы уже прописали инициализацию. Нам осталось включить прибавление вектора, вычитание, умножение, деление, также нормализацию, проецирование и длину. Приступим. Сначала мы пишем прибавление. Назовем функцию add function other. В итоге у нас функция принимает некий объект, а объект у нас будет тоже типа вектор 2D, поэтому мы пишем this x плюс other x. И аналогично для y, this y плюс other y. Теперь напишем функцию для вычитания. This sub равняется function other. This x минус other x. This y минус other y. Теперь напишем функцию для умножения вектора на скалях. Умножение вектора на скалях. This small function scalar равняется this x умножить на скалях и this y умножить на скалях. Теперь деление на скалях. Деление на скалях. Соответственно, div равняется function. Скалях принимает величину. Здесь x деленное на скалях и здесь y деленное на скалях. Теперь пропишем функцию для скалярного произведения. Тогда будет dis 0 scalar равняется function. принимает вектор other, некий другой вектор. Тогда у нас возвращает функция dis x умножить на other x плюс dis y умножить на other y. Вот так легко и просто мы пишем все наши полученные формулы. Теперь нам нужно сделать норму вектора, или же магнитуду, или же длину вектора. Я сказал три определения сразу одной величины. Назовем ее длина вектора. This length равняется function и у нас возвращает корень, точнее результат из-под корня. dis x умножить на dis x плюс dis y умножить на dis y. Вот так вот. Теперь напишем нормализацию. Здесь normalize равняется function. Для этого мы должны вычислить длину. Назовем переменную length только так. Давайте length напишем. dis length. Вот так вот. Теперь мы должны компонент в x назовем dis x деленное на length. и var v y равняется dis y деленное на length. Вот здесь тоже самое length поставим. Что мы сделали? Мы вычислили компоненты для нашего единичного вектора. Но теперь нам нужно вернуть наш единичный вектор. Для этого пишем return new vector 2d v x и v y соответственно. Отлично. Теперь напишем проецирование. This projection равняется function. В данном случае у меня функция будет принимать объект типа вектор 2d, того вектора, на который мы будем проецировать. var e, то есть единичный вектор. other. normalize. var. scl. это скалярное произведение. This. multscalar. Так. На вектор other. И нам остается теперь умножить наш единичный вектор на скалярную величину. scl. вот она. И спокойно мы можем возвращать наш вектор e. то есть единичный вектор. Напишем еще одну функцию, которая позволит обнулить наш вектор. так. Для чего она нужна? В принципе нам нужна она будет в ходе программирования. Напишем zero function. А здесь x равен нулю. x и y равняется нулю. Это такое добавление, легкое, которое позволяет нам в будущем сделать достаточно многое. то есть допустим у меня есть некоторое ускорение и оно должно воздействовать только один раз. Мы потом сразу берем и вектор наш в ноль инвертируем. Тем самым мы убираем наше ускорение. Мы написали очень хороший объект под названием вектор 2D, который умеет делать очень хорошие операции. Нам они понадобятся для дальнейшего описания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.